доброе утро друзья я тут несколько дней назад рассказывал как калифорнийские законодатели ничтоже сумнящийся если кто знает о чем речь вот ничтоже сумнящийся приняли закон ну по-моему там в одной палате только они приняли закон о том чтобы ввести в калифорнии систему государственного медицинского страхования приняли они эту систему из лучших чувств ну сами понимать это как бы сказать все-таки очень очень либеральное такое собрание вот и либерал от консерватора отличается тем что либерал не спрашивает сколько стоит либерал горит подумайте как хорошо раз принимает закон и могут а деньги где он говорит ну что вы блин с какой-то неужели вам не стыдно вот примерно так и вот у нас такая вот история и получилось то есть они это дело приняли а дальше значит начали считать ну там люди которым положено считать начали считать выясняется что стоимость тех субсидий которые штат калифорния должен был бы дать на внедрение так сказать этой системы стоимость этих субсидий не больше не меньше как ровно вдвое превышает бюджет штата калифорния что вы себе думаете такой небольшой бюджет конечно значит что все это покрыть нужно было бы налоги увеличить штата налоги штата увеличить в несколько раз а у нас и так слава богу наверное самые высокие в стране в общем такая вот история и положили все дело на полку я хочу сказать что все таки давайте друзья выпьем это тост давайте выпьем за победу здравого смысла в том в том плане что люди убедившись что денег нет все таки отложили на полку понимаете потому что если бы они продолжали идеологическую борьбу как бы за счастье всего человечества то могли бы сделать вообще непонятно что и чем бы это кончилось никто не знает но поскольку все-таки какой-то здравый смысл ну взял верх то народ помечтал помечтал и пошел дальше вот я когда молодой был совсем очень любил писатели такого салтыкова щедрина совершенно очаровательный сатирик такой и в то время мы читали читая салтыкова щедрина видели в этом во всем сатиру написано на советское общество хотя написано было там за сто лет до того но один в один просто невероятным да и вот как раз там салтыков щедрина описывает либерала одного который так вот пишет я дословно не 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 скажу но по смыслу значит почти близко к тексту он проснулся я сегодня утром и что-то хотелось то ли конституции а время какое было да при государе императоре то ли конституции то ли осетрины с хреном вот и я хочу сказать что все таки этот либерал был практическим поскольку конституции не было вот а просто хотелось то осетрина с хреном вполне так сказать его устроило в это утро также вот у нас тоже вместо вот это я к чему говорю что все таки я за здравый смысл за реализм и даже если так иной раз размечтаешься о чем-то вот но все таки надо возвращаться к реальной жизни вот чего мы и посоветуем так сказать коллегам законодателям на том берегу то есть помечтали там и так далее то есть как бы сказать в моем понимании здравый смысл состоит в вашингтоне состоял бы в том чтобы не не отменять обама керр по идеологическим соображениям а дождаться такого момента когда появится решение лучше чем обама керр потому что заменить одну дрянь на другую дрянь еще более поганую ума много не надо а нужно как раз вот отсутствие мозга или так сказать нужно чтобы мозг был парализован идеологической борьбой мантрами какими-нибудь там заклинаниями и прочим идиотизмом поэтому вот вот этого хочется реализма в вашингтоне увидеть там сейчас идет баталия тоже потому что вы помните что нижняя палата до палата представителей приняла какой-то очень смешной такой законопроект ну фактически не жизнеспособный но просто удалось внутри самой партии как-то так договориться что хотя проект не жизнеспособный вот такая интересная комбинация и они говорят в сенате разберутся в сенате пусть они там что-то сделают то сюда а дальше получается что в сенате сделать что-то не очень получается как-то сенат сдвинулся тоже вправо вот если предполагалось что сенат такой более умеренный более либеральный имеется в виду республиканцы в сенате более либеральные то сейчас что-то вот явное явное поправение там произошло они так как бы незаметно со стороны внешним взглядом и такое ощущение что они хотят вот эту реформу примерно в том виде как она есть вот ее же и провести при том что поддержка этого вот той реформы из палаты представителей в населении по разным вопросам колеблется от 8 до 16 процентов то есть катастрофическая неудача и вот они там чего-то такое но как-то они сплотились вокруг руководства потому что руководство готово в этой идеологической борьбе так сказать всех нас положить на заклание вот и я не знаю чем они там пугают этих сенаторов может там денег не дадут на следующие выборы я не знаю чем но во всяком случае такой явный сдвиг вот в эту сторону и там есть несколько человек таких протестующих но в общем среди республиканцев хотели на этой неделе уже голосовать тоже делали это все подпольно никому не показывали то есть чтобы никто не дай бог не принял участие в обсуждении потом вот в четверг прошлое опубликовали и там давайте ведь ставим на голосование там через два дня но то есть так уже точно чтоб никто ничего не успел а в понедельник вот позавчера есть такая организация беспартийная которая оценки дает всякие последствия и вот говорят 22 миллиона человек в течение 10 лет окажутся без страховки потеряют страховку 22 22 и почему это займет только день почему это не целых 10 лет потому что первые несколько лет они продолжают от самой обама кир дотации там и так далее что вызывает возмущение у других республиканцев которые говорят какого хрена мы отменяем обама кир чтобы его не отменять и в общем вот у них там внутри тоже идет какая-то борьба идеологическая но чего-то вдруг решили все-таки на этой неделе не голосовать на этой неделе не голосовать потому что не получается они бы конечно проголосовали если можно было по-тихому так чтобы никто ничего не знал не понял грохнуть это все и как бы но не получают не получалось и вот они отложили но следующая неделя как бы там праздник 4 июля день независимости следующей неделе у них как бы каникулы такие небольшие потом законодатели возвращаются с каникул и у них есть три недели буквально поработать три недели а потом они на целый месяц уезжают в августе практически нет они в сентябре там где-то вернуться поводить 31 июля там до какого-то то ли конец августа то ли начало сентября но так уже по-серьезному гуляют поэтому ну в общем есть какие-то временные ограничения то есть ты когда берешься что-то обсуждать ты смотришь есть у тебя время нет у тебя времени там как это все происходит так далее поэтому уже самое уже большое начальство там виде трампа например говорит что но не примем так не примем вот нам пора налогами заниматься там еще чем то вот уже ну то есть невозможно все время неудача за неудачей понимаете надо что-нибудь такое чтобы какая-то удача вот им кажется что с налогами не будет больше удач поэтому передам поддержки в обществе даже не знаю в общем залипли залипли неудача будет в любом случае если они ничего не примут это будет позорище дико после семи лет истерики о том что обама кир плохо не прийти ни с чем и если они примут то это опять плохо потому что там будет много пострадавших и существенная часть людей поддерживающих трампа не даже не людей людей а вот скажем компактно проживающих каких-то таких республиканско доминирующих штатах вот эти люди первыми пострадают 5 калифорния так сказать жирующая она переживет там может быть даже техас переживет там нефть сам еще что-то а вот вот эти вот такие штаты где одни реднеки живут такие сельсхозяйственные где народ с ожирением с болячками и так далее когда выстроили по по порядку штат из где люди живут то что называется при кондишен я рассказывал уже пару раз то есть то есть фактически они они не смогут купить страховку по новой системе которую трамп хочет вести но и республиканской отбести я думаю трамп в принципе без разницы но вот по этой системе то выстроили штаты и выяснилось что первые 13 штатов они абсолютно республиканские они абсолютно все голосовали за трампа и вот они первые пострадают потому что там свыше 30 процентов населения имеют вот эти при кондишен то есть 30 процентов населения останется вообще без всякого ну практически без страховки если только их не застрахует работодатель хотя это же самая реформа освобождает работодателя от требования страховать сотрудников то есть по обама керу было так что если у тебя 50 сотрудников и больше ты обязан предоставить им медицинскую страховку сейчас это дело снимается то есть да хоть стоять хоть тысячи ты никому ничем не обязан поэтому это такая странная фигня что вот кто этот вопрос на себя взял вот тот и торчит так что такая интересная ситуация у нас с медицинским страхованием и проблема в том что уже никого не интересует как люди будут получать медицинское обслуживание вот эта часть абсолютно никакого значения уже не имеет а значение имеют какие-то идеологические принципы вот они обещали отменить обама кир вот они его отменят пусть все передохнут вообще без медицины но они обещали они отменят у них такая принципиальная позиция что все передохли а такой принципиальной позиции чтобы было что-то лучше нет вот заменить там плохое но получше нет так что наблюдаем друзья наблюдаем вот приходил вчера из австралии человек там вчера позавчера вот я снимал и говорю вот а как у вас здравоохранением в австралии он говорит а государство всех страхует замечательно медобслуживание все хорошо что это вот странно правда в австралии вот есть деньги на это дело у нас нету так что вот я думаю что где-то мы наверное как общество движемся в сторону вот того самого чего в калифорнии не получилось в силу отсутствия денег то есть значит надо будет изыскать какие-то бабки или понять как это делать конечно налоги вырастут но а где где в этих странах вот в которых такая медицина где где там низкие налоги но там хотя бы медицина есть давайте при том что вот мы поговорили за австралийские налоги и оказалось что там налоги в целом даже и пониже наших то есть там нет налога штата ну вот из разговора я сам там не жил но вот это налога штата нет аналоги федеральные примерно такие же как наши то есть вот я бы я не увидел какой-то разницы из стали так развернулись на светлый образ а то скажут что дорогу дорогу а светлый образ вот вам пожалуйста светлый образ друзья приехал на работу пойду мучить студентов там у меня клиренс значит они будут пытаться прорваться а я буду пытаться убедиться что они в состоянии на следующем этапе успешно функционировать то есть там на вопросы отвечать которые на интервью спрашивают и так далее вот это у нас такой путь некоторые спрашивали как светлана делает шпроты ну как делает мы может отдельно покажем а вот у меня тут есть с собой к ой его сейчас покажу вот у меня тут такая с собой к вот и в этой с собой ки лежит коробочка со шпротами света мне гад надо угостить сотрудников вот еду угощать сотрудников она мне на всякий случай вот и хлеба с собой дал ахмите пусть пусть сотрудники отъедятся шпротами раз уже так мы заканчиваем шпротами расскажу анекдот напоследок это бонус для тех кто досмотрел петька с василий ивановичем там в перерыве там между боями отдыхают и василий иванович говорит стоишь петька вот кончится война добьюсь в совнаркоме чтобы вот на этом берегу урал реки консерваторию построили пущай трудовой народ хоть после войны консервами отожрется все друзья счастливо